Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня хочу говорить о разнице между религией и Евангелием. Религии мы знаем очень много в этом мире, религий всяких, и вот они всегда связаны с тем, что нужно что-то делать. Если я делаю вот то и другое, третье, в конце концов я получаю награду, и так сказать, нужно постоянно, постоянно многие проживают в страхе. Мы знаем, когда жертвуют Богу солнце или чего-то, чтобы было солнце, чтобы умножать, так сказать, он меня накажет, Бог постоянно, вот этот вот страх, и некоторые прямо они порабощенные этой религией. И здесь Евангелие. В чем же разница Евангелия? Дело в том, что все люди, кто бы как ни жил, он когда-то согрешил. Маленькие, большие грехи на каждом человеке есть. И чтобы нам, так сказать, войти в общение со святым Богом, нам нужно, чтобы он простил эти грехи. А прощение возможно только, если кто-то заплатит за тебя, потому что сам ты не можешь, ведь у нас не хватит ни денег, ничего, чтобы за свои грехи рассчитаться. И для этого пришел Иисус на землю. Отец послал его. И так сказать, такое великое поручение, если он чистый, сын Бога, пострадает, на кресте умрет, возьмет на себя весь грех этого мира, то он тем самым спасет человечество. Да, но в это надо поверить. Если ты не веришь, ну вот кто-то сказал про Иисуса, где-то прочитал, но ты не веришь, ты не можешь быть прощенным. Вот смотрите, как Иисус сказал Марте, она его хорошо знала, это Евангелие от Иоанна 11, глава 25 и 26 стих. Он сказал, «Я есть в воскресении жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек». Веришь ли ты этому? Вот он спросил у Марты, она его много видела, и она до конца не верила. Поэтому он спрашивает, веришь ли ты? Нужно поверить, и тогда ты будешь жить. Да, нужно поверить, что Иисус Христос умер за тебя, что Он взял и твой грех на себя. И сказать им, «Прости, Господи, прими меня, войди в мое сердце, я верю в тебя». Только верить. Ну и верить, оказывается, непросто, когда мы вот так вот, ну, испорчен наш какой-то разум, мы по-детски не можем поверить Богу, который создал человека, который все сделал для него. Только поверь, Он сделал путь для тебя. Это Евангелие, добрую вещь, чтобы принять Его. И вот как это происходит? Что нужно для этого делать? Да ничего, нужно просто поверить. Кефесянам сказано, благодатью вы спасены. И когда мы благодатью спасены, то есть это подарок от Бога. Просто поверь. Да, некоторым легче вот делать что-то очень много-много-много чего-то, но поверить труднее. И еще сказано очень хорошее слово, Иоанна Гатриана, 8 глава 36 стих. «И если вас Сын освободит, то вы истинно свободны». Если мы с Ним, мы свободны. Мы добровольно потом Ему служим. Мы хотим Ему служить. Мы хотим для Него что-то делать. Не потому, что нам надо, не потому, что нас кто-то заставляет. У нас появляется радость от нашего служения. Любовь Божия входит в нас. Мы можем любить людей. У нас появляется уверенность, что мы дети Божьи. Почему? Да потому, что наш Спаситель сам, Он не умер и остался в гробу. Он умер и воскрес. Никто никогда не мог найти Его костей, потому что Он с Богом, и Он сегодня за нас хлопочет. Вот интересно это все видно, когда мы читаем историю про разбойника, который был рядом с Иисусом Христом распят. Их было двое. И вот когда они висели уже рядом с Ним, у Иисуса написано «Цар иудейский». Вот тут стоят всякие люди и близкие плачут, и все понимают, что вот Иисус не заслужил. Или большинство понимали это, что это вот надо было как-то убить Его, потому что это хотели вот эти руководители того общества тогда. Один разбойник видит в нем, так сказать, да, который может спасти себя и нас. Он такой злости тут на кресте. Я представляю, какие страшные боли. А другой разбойник, злодей, который много чего совершил в жизни негодного, он говорит ему вот такие слова «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Он своего этого коллегу-разбойника говорит ему «Ну как ты можешь такое? Мы-то заслужили. Смотри, сколько мы зла сделали. Мы висим здесь, потому что мы зло делали. А этот человек не согрешил ничего». И называет его «Господи, помяни меня». Вот эта вера, которая у него здесь, в одно мгновение на кресте, он смог понять рядом с ним Божий Сын. И его Господь принимает, он говорит «Сегодня будешь со мной в раю». Что ему надо было много что-то делать? Ему надо было просто поверить, что рядом с ним Сын Божий, который прощает грехи, с которым он будет. Это и есть Евангелие. Каждый из нас, который совершил много или мало грехов, должны поверить, что только Иисус прощает. И сказать ему «Прими меня, войди в мое сердце, прости мне все, вери, и ты будешь свободным, ты сможешь с ним идти по жизни». Это совершенно другое дело, чем религия. Иногда из христианства тоже превращают религию. Делай то, делай то, тогда ты будешь спасен. Нет. Мы спасаемся, когда принимаем Иисуса, когда мы по доброй воле говорим ему «Господи, мы верим, что ты из-за мой грех умер. Войди в мое сердце, живи во мне». Тогда он нас спасает. Это подарок большой. Слава тебе, Господи, за это. Аминь. Слава тебе, Господи, за это.